Гитара, мячи, рюкзаки и сумки, а также разнообразный провиант. Думаете, что в поход можно собраться только на природу? Оказывается, нет. Любители интеллектуальной спортивной игры «Что, где, когда» ежегодно приезжают из разных городов России в Пущино и разбивают лагерь прямо в помещении дворца спорта АК. То есть люди со спальниками, кто-то прям палатки ставит внутри здания, там еще что-то. Ну, в общем, как могут создать себе комфорт. Кто-то со своим столиком там. Палатки и спальники необходимы участникам Окского марафона для того, чтобы отдохнуть и вздремнуть, ведь он длится в течение 36 часов. Многие знают об этом турнире как о самом продолжительном мире, а для игроков он становится настоящей маленькой жизнью. Ну, мы стараемся, конечно, чтобы команда чувствует себя как дома. Если вот вы посмотрите, там люди в тапочках, люди в трениках, там. Мы стараемся им предоставить и, пожалуйста, и воду, и борцовый зал, это дворец спорта АК, выделяет, чтобы они могли отдохнуть, поспать. Существует Окский марафон уже 16-й год. Его организаторами стали члены Серпуховского клуба «Икс». И в течение нескольких лет турнир проходил в городе, расположенном по соседству от Пущино. Его организовал Олег Холдов как глава клуба. Ну, а потом он переехал в Пущино, потому что у нас лучше. Вот. И вот, по-моему, он уже проводится в восьмой раз, что ли, в Пущино. В течение этих лет организаторами турнира являются участники клуба интеллектуальных игр «Запущенная наука» Центра культурного развития «Вертикаль». Они не только встречают и размещают гостей, создают все условия для комфортного проведения мероприятия, но и сами участвуют в марафоне. Наша команда трезво оценивает свой общий уровень, поэтому для нас главный процесс игровой. А потом есть еще такая замечательная вещь, как образовательная функция «Что, где, когда». То есть играет, и часто узнаешь много всего нового, интересного. Каждый из команд заранее пишет свой пакет вопросов для соперников. Всего необходимо подготовить 28 вопросов, 4 из которых – запасные. Написать хороший вопрос достаточно трудно. По марафону это видно. Вопросов много, хороших из них не очень много. А таких хороших, чтобы было еще и приятно брать, и кто получал интеллектуальное удовольствие, таких вопросов вообще не дениться. Вопросы очень разные, очень по-разному их играть. Возможно, сложность не так варьируется, как стилистика, что-то еще. Какие-то такие моменты. Очень по-разному получается играть какие-то туры. Большой спектр вопросов, авторский почерк влияет тоже очень сильно. Денис Карабанов играет во «Что, где, когда» уже 12 лет. По его словам, он с детства был увлечен интеллектуальными телевизионными шоу, но никогда не думал, что можно просто прийти в клуб и начать играть. Ну, действительно, то есть, ну, можно прийти и начать играть. То есть, не нужно там разминаться, мышцы качать. То есть, ну, все прекрасно. То есть, только твоя голова нужна и какие-то знания. На Окский марафон наш герой приезжает ежегодно. Он считает турнир интересен тем, что включает в себя два абсолютно разных процесса. Написание вопросов – спокойный предварительный этап. И непосредственно сама игра – момент соревновательной и полной драйва. На этот турнир каждый год мы ездим, наверное, пятый или шестой раз мы подряд. Все прекрасно. Ну, достоинство, близость к Калуге, прекрасная организация, команда, сильный состав. О достоинствах марафона говорят многие участники. А некоторые из них даже выражают благодарность организаторам в социальных сетях. Здесь же они продолжают общаться и с нетерпением ждут новые встречи, а значит и новые игры. Анна Зарубина, Иван Хромов, Тимофей Кимов, ТВ, Спущино.